МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Пожар на промзоне. Пострадавших нет, а вот гаражей сгорело немало. День знаний. В каком состоянии школы встретят своих учеников? И славим человека труда. Муравленковские повара и продавцы посоревнуются в конкурсе профессионального мастерства. Начну с чрезвычайной ситуации. Муравленко на промзоне произошел пожар. Пострадавших нет, а вот 11 металлических гаражей сгорели. В тушении было задействовано 18 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. В течение 44 минут пожар был полностью потушен. Предварительная причина возгорания – поджог. Виновный и ущерб устанавливаются. А на Ямале официально снят режим чрезвычайной ситуации. Эта информация сегодня появилась на сайте МЧС округа. В связи с изменением погодных условий, уменьшением природных пожаров и отсутствием угрозы ЧС. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение об отмене особого режима. Напомню, режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера был введен в Ямало-Ненецком автономном округе 27 июля в связи со сложившейся пожарной обстановкой. Из других новостей. В эти дни в городе работает специальная комиссия. Она проверяет школу на предмену готовности к новому учебному году. Вместе с инспекцией в очередной рейд отправилась наша съемочная группа. Комиссия явно выбивается из графика приемки учреждений. На тщательную проверку объектов уходит больше времени, чем рассчитывали. В детском саду Олененок в нынешнем году меняли ограждения, много внимания уделили прилегающей территории. Внутри здания провели косметический ремонт. Комиссия осматривает все. Вплоть до наличия пыли в укромных местах. Мелочей в детских образовательных заведениях быть не должно. Александр по дороге обращает внимание не только на качество выполненных работ. Коллектив детского сада кропотливо трудится и над внутренним содержанием учреждения. Каждый уголок оформлен в своем стиле. Все работает на развитие воспитанников. Здесь, к примеру, дети узнают культуру народов России. А в мастерской, хоть и нет в саду педагога-мужчины, мальчишки с удовольствием учатся держать в руках столярные инструменты. Вы не меня снимаете. Снимаете новые, абсолютно новые подходы в обучении детей, в развитии детей. И вот это нужно пропагандировать и об этом нужно говорить. Вот это замечательная вещь. Приемка – это такая квинтэссенция всей той работы, которая была проведена за летний период, ну и в течение года. Сегодня, например, мы с вами ознакомились с образовательной средой, которая не рождается за день, которая рождается любовью воспитателей к детям, к своему зданию, к учебному учреждению, в котором они работают. И сегодня мы видели такие итоги. Следующий объект – четвертая школа. В июне здесь работал пришкольный лагерь. За предельно сжатые сроки необходимо было выполнить большой объем работ. Во многих местах меняли напольную плитку, провели капитальный ремонт в столовой, обустроили два спортивных зала, перестраивали крыльцо внутреннего двора. Здесь же оборудовали пандус для маломобильных групп населения и многое другое. У Валентины Соломатиной, директора школы, осталось немало претензий к подрядчикам. И в положенные сроки не уложились, и качество работ оставляет желать лучшего. В этом году крыльцо новое у нас с пандусом сделано. Здесь заказчик УКЗ был, не мы. Но надо сказать, что тяжело шла работа. Несколько раз пандус разбивали. То есть, на мой взгляд, должны быть настоящие специалисты, мастера своего дела, которые за это берутся. В течение летнего периода глава администрации бывал практически в каждом учебном заведении. Отслеживал динамику работ. Проблемных вопросов остается немало, отмечает он. К сожалению, хочу отметить, что не все подрядчики с должным усердием и отношением подошли к выполнению своих работ. Проблема сейчас есть. Проблема есть на нескольких учебных учреждениях. Мы ее в свою сторону, конечно же, мониторим. Мы решаем те или иные вопросы. Но сказать, что мы в полной мере, в общем, как глава администрации, сказать, что мы в полной мере сейчас готовы к началу учебного года, я не могу этого сказать. Есть несколько болевых точек, над которыми мы работаем. Но в целом система образования, система в целом образования и дошкольного образовательного процесса, она готова. Осенью руководство города и директора образовательных учреждений подведут итоги прошедшей кампании. Будет проанализирована работа всех организаций, производивших ремонт в учреждениях. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Горячая линия Роспотребнадзора заработала на Ямале. Она создана для оперативного решения вопросов по организации надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории округа. Горячая линия предоставит актуальную информацию о правах потребителей в области потребительского рынка, а также о проводимых мероприятиях по санитарной охране территории округа. Кроме того, номер позволит управлению Роспотребнадзора осуществлять мониторинг осведомленности жителей Ямала в вопросах, связанных с ее деятельностью. Горячая линия работает в выходные и праздничные дни. Звонки с любого номера бесплатные. Позвонить можно по номеру 8 800 300 03 12. Ответят все. Вступила в силу новая редакция одной из статей Градостроительного кодекса. Согласно ей, за вред причиненный вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, ответственности будут нести не только строители, но и технические заказчики зданий и проектировщики. Ранее в документе фигурировали исключительно исполнители работ. Кроме того, вводится компенсация пострадавшим сверх суммы возмещения причиненного ущерба. Добавлю, статья предусматривает и ответственность за неправильную эксплуатацию зданий. Здесь она ложится на плечи собственников. Кондитеры-продавец из Муравленка представят город в столице округа. В 2011 году в Свердловской области зародился конкурс «Славим человека труда». За два года он расширился как территориально, так и профессионально. В этом году проект впервые получил всероссийский статус и поддержку президента. Муравленковские представители рабочих профессий достаточно часто принимают участие в окружном туре конкурса. Нынешний год не стал исключением. Подробности у Эрнеста Бавшина. В середине августа состоялись два муниципальных тура конкурса «Славим человека труда». Соревновались кондитеры и продавцы. На участие в конкурсах подали заявки по три представителя этих рабочих специальностей. Они представляли муравленковские предприятия розничной торговли, горячий хлеб, класс Е, молодежный и северянка. У кондитеров было три задания. Это испечь изделия из слоеного теста, песочного и изготовить торт на свободную тему. У продавцов конкурс включал пять этапов и был немного сложнее. У них немножко конкурс посложнее. У них пять заданий было. Это презентация своего непосредственно, вот мы сейчас проходили, это презентация своего предприятия, которое представлял продавец, естественно. Это обязательно продавец, это я. То есть продавец должен был обязательно любую прорекламировать какой-то продукт. Как это можно объяснить, рассказывать про него. И, естественно, я и мой покупатель, это свободное задание. Кроме этого, продавец должен знать правила торговли и нормы закона о защите прав потребителей. В результате были определены два победителя. Среди кондитеров им стала представительница пекарни «Горячий хлеб» Лейла Ахметова. Лейла окончила Муравленковский многопрофильный колледж, а затем вуз в Омске по специальности инженер-технолог. В пекарне работает уже третий год. На суд жюри в Салихарде предстоит представить три наименования продукции. И одно из них – это торт на свободную тему. С оформлением Лейла уже определилась. Появилась мысль, что можно к 33-ю городу оформиться. Я думаю, все будет хорошо. В Салихард сама Лейла не поедет туда. Отправят изготовленные ею сладости. И жюри будет оценивать произведение кондитера заочно. Окружной тур пройдет 4 сентября. А вот победительнице конкурса среди продавцов, представительнице магазина «Класс Е» Галине Стаховой придется посетить Салихард и самой отстаивать честь города 11 сентября. В торговле Галина Ивановна трудится уже более 20 лет. В 13 из них – в магазинах сети «Класс Е». Профессию продавца выбрала сама и не жалеет. Ну, наверное, с общением все дни, в первую очередь. Потом товар мне нравится. Мне нравится работать с товаром, выкладывать его, смотреть за ним. Ассортимент товаров, знаете, все. Мне вот это все нравится. Училась, мне нравилось очень учиться по этой специальности. Все так, что в выборе я не сомневалась. Обе представительницы нашего города настроены на победу. Тем более, что Муравленко уже имеет положительный опыт участия в подобном конкурсе. В 2011 году в Салихарде наше муниципальное образование представляли магазин «Класс Е» и кафе «Метелица», которое заняло четвертое место. И это неплохой результат, если учитывать, что соревноваться им пришлось с представителями таких крупных городов, как Новый Уренгой, Салихард и Ноябрьск. Эрнас Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Сегодня в «Газпромнефть» Муравленко чествовали юбиляров, а также работников удостойных наград правительства России и компании «Газпромнефть». Лаборанту химического анализа четвертого разряда цеха химического анализа Ларисе Головниной была вручена почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации. А мастер по добыче нефти, газа и конденсата девятого цеха Валерий Мордвинов получил благодарность компании «Газпром». Звания ветерана общества были удостоены семеро работников «Газпромнефть» Муравленко и 14 человек. Получили благодарственные письма и денежные премии в связи с юбилеем. Награды вручали генеральный директор предприятия Валерий Калатилин и председатель профсоюзного комитета Николай Варакин. «Я, если не, поздравляю всех награждаемых. Желаю вам добра, любви, счастья, благополучия». И в завершении выпуска коротко о спорте. На официальном сайте Международной Федерации Футбола начался прием заявок на билеты Чемпионата Мира 2014, который пройдет в Бразилии. Для тех, кто не является гражданином Бразилии, билеты на матч открытия турнира с участием хозяев стоят от 220 до 495 долларов. Цена на остальные игры группового этапа от 90 до 175 долларов. А вот тем, кто хочет попасть на финал, придется раскошелиться на сумму от 440 до 990 долларов. Если число заявок на билеты конкретной категории какого-либо матча превысит число имеющихся в наличии мест, то организаторы приведут лотерею, которая определит обладателей заветных квитков. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 22 августа в Салихарде плюс 12, ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. В Ноябрьске 14 градусов тепла, юго-восточный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 22 августа плюс 14, ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова